всем доброго времени суток уважаемая а также подписчики и гости моего канала вот сегодня у меня будет такое думаю интересное видео для всех я в этом видео сейчас вот ну как кстати еще ничего не смотрел но вместе с вами как бы с этим час посмотрим эту катушечку и что-то может быть вскроем да и посмотрим что с ней там во время рыбалки происходило но на крайней рыбалке буквально я вчера вернулся с рыбалки эта катушка на второй день рыбалки начала умирать вот это видео как раз наверно можно назвать так как умирает катушки риоби вот так вот короче новая катушка риоби заубер сейчас мы ее рассмотрим видите если взять внешне посмотреть ее внешний вид видите все как бы новенькая все канулевая никаких проблем нету все надписи видите есть что заубер нигде даже толком царапин нет абсолютно новая катушка с новой концепции ручки не складной видите все тут как бы чих пых написано все то же самое что и на всех риоби ничего здесь такого нестандартного нету вот видите катушка я скажу так от силы сделала наверное ну в лучшем случае наверное 7 ну 8 рыбалок это наверное предел то есть она у меня работает первый сезон эти катушки у меня как бы на подхвате скажем так от основных но я и в этом году рыбачил на амуре там наверное сделал не знаю рыбалок наверное 56 по амуру часть этих рыбалок вы видели я 100 граммовый космастер ей кидал ловил верхоглядов ну тут некоторые сразу же могут сказать куда ты 100 граммовый космастер кидал и пора бы еще было сдохнуть наверно тогда да да нет конечно на 100 граммовом космастере 4000 не заубер за 5 рыбалок сдохнуть по идее бы не должен но он и не сдох конечно да но если так разобраться 100 граммовый космастер не является сильно упористой приманкой да она тяжелая но когда ты и тянешь в воде там против течения большого да ну у нас как правило на дальнем востоке очень часто встречается это большое течение да то космастер он все равно как бы не такой высокоупористый в отличие допустим от того же воблера который будет весить в два раза меньше допустим 50 грамм да и с лопаткой вот с такой короче там метров там на 8 погружения до соответственно такой воблер против течения конечно это уже действительно сильно упористая приманка по сравнению со 100 граммовым космастером да вот так вот и по моему над работу хорошо половил этих верхоглядов скажем так вот на 100 граммовым космастере в среднем размере рыбы скажем так от 4 там до 5 килограмм проявила меня себя замечательно ну наверно расскажу предысторию эту катушку катушку то я купил прошлом году перед новым годом до до повышения цен досталась она мне за 4000 рублей то есть предвиде то повышение цен я ее купил но были у него соответствующие люфты до катушку я как бы сказать это все затюнинговал под себя убрал всевозможные люфтики все сделал таким образом что даже там на рыбалке с друзьями а всегда и хвастался там люди со мной ездили на рыбалку которых допустим было до его циркейт я ему говорю от игры возьму покрути мой за убер он после после циркейта своего нового да у которого там было четыре рыбалки брауза убера крутил и после этого с такими глупачами недоуменными смотрел даже ничего не говорил грит ну грит классно горит как бы я горют видишь горю при обе тоже можно довести до состояния ума да действительно это так можно попыхтеть делая все для себя все люфты были выведены в ноль все было промазано как надо от рыбачиваете 5 рыбалок на амуре там половину там верхоглядов таких там на видео у меня было видно и все бы шло в принципе хорошо пока эта катушка не встретилась с таким хищником как таймень и с высокоупористыми приманками воблеров скажем так до 100 грамм и глубиной погружения до ну я в принципе на тот момент лаю наверно до 6 метров вот первый день она отработала нормально проводка этих воблеров против большого течения скажу не было никаких таких закусывание ручки что тянешь чтоб на школам встает такого не было все было смазано хорошей смазкой все отработала нормально not было поймано мной 5 таймени вес таймени были все за 10 телеграмм ориентировочно точно я их не взвешивал тайменьем была дарована свобода скажем так ну и где-то так таймени наверно на третьем катушечка у меня начала резко сдавать коэффициент износа как я понял главной парой стремительно начал увеличиваться после поимки 3 того таймени я начал кидать воблер тащу чувствую что-то в руке уже такая тракторная работа хрустящая такая но такая ну как сказать хрустящая там не туши что-то ломается а просто когда главную пару крутишь и ты чувствуешь этот тракторный механизм как будто там какой-то механизм тарахтение все не знаю на камеру будет слышно или нет вот она уже начинает как трактор работать и когда ты крутишь уже ручку ты прям каждый зуб вот этот когда он зуб на зуб ходит он прям чувствуется этом с рыканьем с таким то есть вот такой вот первый признак сразу же появился характерного износа люфты которые были выведены в ноль главной пары видите они сразу же конкретным ясным образом появились видно что были подложены регулировочные шайбы все было выведено в ноль тут вот они сразу же появились видно что конкретно за одну рыбалку на пяти рыбах получился вот такой вот износ сколько это в процентах я ну скажем так не специалист не могу подсчитать да как бы такие моменты до в этой области но факту что сейчас придется подкладывать снова снова регулировочные шайбы я бы сказал он совсем не тонкого размера до люфт который я убирал в кнопе сразу же появился вот он тоже с таким характерным стуком и самое главное при вываживании уже пятого таймени я понял что у меня закусывает фрикцион я начинаю регулировать он у меня смотал почти весь шнур здесь я полностью шнур намотка сто двадцать пять что ли метров он смотал у меня почти весь шнур выскочил на струю сделал пару свечек пришлось короче заводить мотор и впуливать за ним чтобы он не смотал весь шнур окончательно и в этот момент когда он этот шум шнур разматывал метров на сто прям без перерыва как схватил 100 метров поперт он без остановки я смотрю что-то слабо думаю да я под затяну вот даже смотрите рывками идет то есть он уже при затяжке как-то туго идет как бы закусывать и потом шпуля смотрю таким тык 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 рывками закусывают я уже побоялся сильно уже как бы и дальше закручивать потому что думаю вдруг там что ее закусится и соответственно приведет к обрыву шнура либо смотает весь шнур либо поломки спиннинга поломки челюсти рыбы разворачиванию крючков и все такое да вот с такими вот вещами буквально за одну горную рыбалку я встретился то есть это конкретные такие признаки что катушка умирает если в таком дальнейшем духе провести еще пару-тройку таких рыбалок там по 5 рыбин за 10 килограмм я думаю эта катушка уже кончится уже конкретно ну и вот в данный момент тут давайте посмотрим что у нее закусывала фрикционом то есть я сейчас прямо при вас в онлайн масштабе времени мы это быстро все и откроем посмотрим что происходит вот нормуль видим смазка на штоке вся черная смотрите видите вот смазка на штоке сразу же все стала черная сейчас вам покажу чтобы было более корректно все видно вот видно какая она стала думаю всем наглядно видно вот она видите черная это свидетельствует о том что смазки сразу же появились частицы микрочастицы износа по штоку да то есть видно что нагрузка шла и сразу же стружка в масле если взять так сказать есть такой термин понятия в авиации до у инженеров есть там такая лампочка когда проверяется в двигателе масло называется лампочка такая стружка в масле когда частицы стружки попадаются они начинают проводить токи идет сигнализация что стружка в масле по простому термину короче это можно сказать стружка в масле по штоку видно сразу же давайте посмотрим что у нас почему закусывала фрикцион сейчас мы вынем стопорное кольцо снимаем вынимаем ого видно что смазки то здесь практически как таковой и нету нифига смотрите видите все сухое сухенькая даже пальцы фиг испачкаешь даже пальцы не испачкать когда конечно эту катушку дело перебирал ну для себя да то фрикцион я конечно не заглядывал понимаете просто но не думал что здесь все так плохо да во фрикционе видно что тут вообще все на сушняки по краям вот этого фетрового как бы сказать диска до тормозного видно что 10 по краям куски смазки чуть-чуть есть вот они да на пинцете это говорит о том что была сильная нагрузка да и смазку выдавливала да ну тут во первых и выдавливать там не хрен было если так разобраться судя по всему посмотрим что там дальше вот заодно конструкцию эти многослойная система в принципе конструкция хорошая когда многослойно идет фрикционная накладки многослойная тоже сухо вот так вот просто сказка отриобий сказка вот тоже сухо то пальчики не испачкать видите вот сборчики вес механизм называется не испачкай пальчики вот так вот короче вот даже и не мудрено смазки почти не было а если она вот и есть твою выдавила по краям вот на границе с диском а сейчас вот видите если я думаю видно да чуть-чуть видно под нагрузкой удавливала от этого в принципе я и при вываживании этого тайменя правильно принял решение что не рисковать и не затягивать дальше как бы полностью весь фрикцион да все таки сам тоже не будь плохо скажем так катушку я конечно перебрал вот в такой незначительный механизм как фрикцион я конечно лопухнулся не залез блин надо было бы тоже его перебрать вот имеем то что имеем вот такая вот короче система с любви за убером снова увидите буквально от силы это было 6 7 рыбалок у него вот такая штука вот и некоторые люди еще тоже попутно час рассмотрим задают такой вот вопрос а вот через какое время надо делать то не вот скажу так того надо делать через такое время вы об этом узнаете сами например черный диск на штоке верни черная смазка на штоке до нету смазки выдавила до зарычал как трактор при прокручивании чувствуется что рыкая да вот тогда и надо делать то но зависимости от условий лова это все нужно делать по-разному вот видите у меня вот при таких нагрузках которые я даю на катушке это пришлось и делать в районе от 6 до 8 рыбалок в районах я думаю таких вот как я общаюсь с канала александр вот у александра с канала простая рыбалка и с генной кузьменко с украины вот думаю вот в ихнем случае мне кажется наверное то катушки на хороших качественных катушках мне кажется может быть дойти до такого если у вас не одна катушка то это наверное может быть делать не придется никогда вот мы с ними общались по скайпу анализировали тоже эту ситуацию зависимости от того какие вы даете нагрузку как часто вы рыбачите какие размеры рыб вы ловите какая сильная эта рыба окуня вы ловите а вдруг вы ловите там допустим что-то более такое ну агрессивную сильную рыбу да какие вы используете приманки высокоупористые или низкоупористые лайтовые ультралайтовые фактором факторов моем но очень множество да и в некоторых случаях может быть это то вам не придется вообще делать до тех пор пока катушка не крякнет то есть никогда да а может быть вообще никогда до либо как в моем случае до 8 рыбалок да ну а в принципе в среднем социстическом это как правило показывает там ну 12-15 рыбалок и происходит того катушки да то есть это как бы попутно еще вот этот аспект осмотрел также у меня на столе видно что вот такой набор смазки про него я и в одном из видео рассказывал да и он здесь и на столе у меня не случайно вот а сейчас буду делать ты у этой катушечки да и вот конечно я сейчас испытываю новую вот эту вот смазку американскую фирмы арбент но и сравню ее допустим там сдаева или смазкой шимана и скажу достойно она недостойно за эти деньги скажем так здесь у меня был набор набор я тоже весь как бы сказать отдельными частями тесту как бы занимаюсь тестом здесь вот у меня был скажем так специальная смазка для шнура она как позиционироваться как кондиционер да что в принципе улучшает полетное качество шнура да как бы его освежает и соответственно меньше впитывают влаги и не будет замерзать в отрицательной температуре пока результат я по нему по этому спрею говорить не буду потому что буквально часом на следующие рыбалки начнутся уже в отрицательную температуру как бы да и вот этот аспект я конечно вам потом уже отдельно скажу как она стоит того не стоит того да ну и в принципе по всему я это думаю потом после результатов каких-то тестов расскажу то есть моя сегодняшняя задача сделать то вот и катушечки и может быть завтра если погода позволит мы попытаемся выехать на амур и может быть половить какого-нибудь большого желтощека но если повезет там или еще чего-нибудь вообще просто съездить посмотреть отдохнуть покидать хотя в принципе по амуру я не специализируюсь очень сильно но будет свободный день если будет хорошая погода то почему бы и нет вот вот такая вот штука начинает приключаться с моей катушкой люби заубер в размере 4000 сейчас я буду дальше разбирать смотреть вот еще самое что необычное очень большой продольный люфт по штоку получается смотрите какое расстояние он выходит вообще тоже дохты бомбезный люфтик ну вот это вот тоже обусловлено именно специальным как бы сказать конструкцией паразитной шестерни до которая передает на бесконечник до с главной пары вот это паразитка такая вот на ней тоже много люфтов из этого это тоже увеличивается но после нагрузок он стал еще больше но в принципе я скажу на на намотки шнура как бы ну я бы сказал не отразилось меня в принципе вот эта намотка удовлетворяет полностью петель сбросов никаких не было в принципе на таких весах это не характерно скажем так для катушек делать про шнуру я тоже расскажу шну работа от второй сезон не принципе он неплохо даже очень понравился хотя про него некоторые люди говорят неоднозначно но все равно я как-нибудь потом зимой сниму как этот шнур отходил два сезона я подытожу тоже так вот сегодня я много-много всего наговорил но катушка конечно очень быстро неадекватно умирает допустим если у меня до этого был еще старый twin power тот держится до сих пор очень долго скоро ему уже там десятку лет дело идет уже наверно десяток он в принципе еще наверно выглядит лучше чем новый рио без аубер взял это конушку катушку я не целенаправленно у меня есть twin power и свпg специально тяговая с морская серия катушек что-то я вдруг пожалел ее брать думаю да я в бою попробую новый заубер попробовал блин лучше бы не пробовал жизнь катушки как я понял сразу же одной рыбалкой подорвал процентов наверное на 30 как минимум сразу же вот так вот ну вот у меня пока все кому нравится ставьте палец вверх уважаемые подписывайтесь на канал ну вот часто все-таки добавлю по скрипту начал я после этого от снятия видео разбирать дальше катушку и в принципе такое нужно вам все-таки показать и увидеть что там у нее внутри творится до открывая крышечку и в принципе за такой кратчайший шок срок это просто мрачная ситуация смотрите я не знаю как насколько это при освещении будет видно но это просто бесконечный винт бесконечный винт и вот смазка от него уходит получу такую консистенцию смотрите это просто я не знаю трудно представить такое ощущение что как краска серебрянка то есть как будто в густую смазку взяли еще стальную пыль насыпали и насыпали не просто до такой степени а прямо до степени что вообще если ее даже взять наверно на палец смотрите о я даже вот так от пальцем вожу и прямо чувствую вот эти микрочастицы износа представляете до какой степени превратилась маска во что за 7 рыбалок буквально я даже чувствую как они хрустят на пальце не скользко прям такой хрум-хрум как они катаются к ну как песню микро песчинки представляете то есть вот масле до такой степени присутствуют продукты износа это только на бесконечном винте представляете а бесконечный винт как вы понимаете это не самый главный важный узел который несет максимальную нагрузку в катушке а в нем уже такая смазка прям как смесь с микро песком стальным вот ну а про главную пару тут вообще даже не хочется и говорить тут просто какой-то тихий ужас тут даже не смазка она даже как бы вы ну высохла и закоксовалась она уже превратилась чуть ли уже не в кокс вот этого она уже и рычала видите ее здесь уже почти нету она как бы вся усохлась перемешалась частицами износа и уже начала коксоваться вот буквально это все произошло за 7 рыбалок хотите верьте хотите нет и все кто могут сказать да ну там за 7 рыбалок как можно вот и сами думаете надо делать это того или не надо делать это того может что получается дальше начал внимательно присматриваться это еще все не разобрал и не посмотрела на вот про то паразитки до который вот дают этот большой продольный люфт на некоторых зубьях края зубья начали обкрашиваться их не то что съедает хоть бы если бы что-то обломила обломила бы весь зуб да он просто по краям начало не крошится сейчас я думаю видно не видно будет видите даже весь этот ход под заклинивает вот сейчас я найду эти зубики вот он не знаю просто видно или не видно вот а указываю на край зуба один вот давайте чистым кончиком зубочистки вот он виде как завальцован вот второй за ним сразу же кусок съеден ну и так далее да как вы понимаете это паразитка которая просто толкает бесконечник бесконечник толкает толкатель и шток все то есть при вываживании при этом она не играет роли вот так вот видите по штоку видно что смазка вязкая превратилась в густую из этой пыли видно она тоже начала вот как соваться на штоке и смешалась со смазкой главной пары до с густой от этого я всегда говорю что мазать сильно главную пару много густой смазки не надо она может попадать на шток вот в принципе может быть и здесь и такой момент и бы хотя я мазал очень мало видите да по главной паре вот а ничего не притирал ничего видите сколько и как бы немного она еще закоксовалась вот такие нюансы сейчас дальше буду разбирать и разбираться как бы вот я просто вам показал что может произойти при определенных нагрузках за 7 рыбалок с катушкой вот хотя сказать это я давай не максимальный кокс в принципе при нормальных рыбалках я могу еще эту нагрузку еще дать ей коксу или джазу в два раза еще и больше что с ней тогда произойдет понимаете вот смотрите рук рука как ну палец после смазки как как серебрянка дашь от блески вы отведите матовым таким вообще просто бомбезно сейчас ведут промывать только полгода придется всех этих микрочастиц ну да ладно еще раз всем спасибо за внимание до свидания до новых встреч